Не умеете лгать, молодой человек. Все люди разделяются на тех, которым что-то надо от меня, и на остальных, от которых что-то нужно мне. Одну секундочку. Но каждый должен решать для себя, а никто не может решать для него. Нет, однозначно. Я же хотел просто поинтересоваться ваше видение этого. Что правильно происходит, а что нет. Вы говорите, что вы замерзли во всем мире. А я вам объяснил, что, возможно, если, как вы говорите, дипломатически не было договоренности, то, допустим, что для какой-то из сторон она была невыгодна. Вы услышали, что я сказал в самом начале? Что вы замерзли во всем мире? И вы сказали. Кстати, это вы сказали. Первое слово, какое было ваше? А процитируйте, пожалуйста. Нейтралитет. Нейтралитет. Это значит нейтралитет. Это быть нейтральным. Если я сейчас возьму одну чью-то сторону, то я займу чью-то сторону, а я не хочу занимать ничью-то сторону. А вы понимаете, что бывают такие события и такие ситуации, в которых нейтралитет можно приравнивать к положительным или к отрицательным? Вы можете приравнивать к чему хотите. Нет, смотрите, если взять аналогию. На улице бьют человека, правильно? Вот бьют девушку. Нейтралитет с вашей стороны, это хорошо или плохо? Вы помните, была Великая Отечественная война? Как я могу помнить? Мне 21. Ну, может, вы читали про нее или слышали? Однозначно, но все еще зависит от того, насколько я читал. Вы знаете, что во время этой войны в центре Европы была такая страна, она и существует поныне, называется Швейцария. Угу. И она соблюдала нейтралитет. Она всегда соблюдала нейтралитет? Она соблюдала нейтралитет. Она находилась в центре Европы и она соблюдала нейтралитет. А вы знаете, что сейчас она не соблюдает нейтралитет? А что она сейчас делает? А вы не знаете? Нет, скажите мне. Я вам, честно говоря, тоже не процитирую. Но помню, что... Сейчас, дайте мне минуту, чтобы я вам не наврал. Ну, не наврите. Вела санкции. Ну и что? Ну, это она нарушила свой нейтралитет. Впервые. Потому что она часть Евросоюза, правильно, Швейцария? Вес Евросоюз ввел санкции. И надо было либо вводить, либо отказываться. А не весь Евросоюз ввел санкции. А кто не ввел? Из членов Евросоюза. Вы просто задаете. Ой, сейчас скажу, господи, тоже надо все проверять. Я просто, знаете, я могу... Если бы кто-то из стран Евросоюза не ввел бы санкции, то весь Евросоюз не ввел бы санкции. Вы сейчас даже говорили, что она не до сих пор соблюдает нейтралитет. И она Евросоюз, я сказал, во время войны она соблюдала нейтралитет. Ну, а в данный момент она его нарушила впервые по отношению к России. Ну, ну, нарушила, слушайте, там, плюс Швейцария, минус Швейцария. Тут уже ничего не касается. Когда все 29 стран сделали санкции, то одна туда-сюда это уже... Ну, вы мне... Я вам привел аналогию, вас поинтересовался, мне так и не ответили. Потому что я могу сейчас искать, но это будет ни о чем. Не, ну не ищите, зачем искать это так, постоль и поскольку. Я вам сказал... Ну, вот, я говорю, ситуация, бьют девушку на ваших глазах, нейтралитет с вашей стороны, это положительно или отрицательно? Ну, то, что бьют девушку, это уже отрицательно, конечно. А кто девушка в данном контексте? А то, что Россия бомбит Украину, это отрицательно или положительно? Я же вам сказал, боевые действия, они всегда плохо, особенно, когда гибнут мирные люди. Нет, а вы все сказали, что нейтралитет, нельзя приравнивать отрицательно или положительно? Вы поняли, что вы положите? Не пытайтесь меня заговорить, молодой человек. Да ни в коем случае, я вижу, что вы достаточно образованный и размышляетесь. Я говорю, что в любом конфликте есть две стороны, и каждая сторона видит это по-своему, и только история может рассудить, как кто прав, кто виноват. А военные действия начинаются тогда, когда есть недоговороспособность, причем обоих сторон. Ну, замечательно, я могу, у вас, вы можете открыть свое заведение, я приеду, скажу вам, что давайте я вас буду крышевать, буду реки там заниматься. Вы, так это неправильно, это неправильно, это не по закону, это нечестно. Почему вы должны принимать мои условия? Это ваша жизнь, это ваш бизнес, какого черта вы должны, я вас должен ставить перед выбором, это неправильно, у вас своя жизнь, и свое видение. Не ставьте перед выбором. Ну, так и Россия не ставит перед выбором Украину. В каком смысле? Почему мы не можем вступить в Евросоюз или в НАТО? Нет, в Евросоюз, пожалуйста, вам что, не говорили? Мы хотим в НАТО, почему нет, это наш гаду, Россия рассматривает это как опасность для себя. Ну, так это ее предположение. Что значит предположение? Ну, предположение, что если украина вступит в ЛАТО, ну вот так, вот так предположила, и что? Ну, так это нельзя аргументировать. Ну, предположила, и все, ну, вот предположила. Ну, так это один из аргументов того, почему она подпадает. Наши государства не заикалась за НАТО вообще. Серьезно? Ни разу. Серьезно? Конечно. Да ладно. За Евросоюз, наверное, за НАТО не разу. Вы молодой, наверное, вы не знаете. Ну, как это, не знаю. У вас есть источник новостей? У меня есть источник новостей. Наш Янукович, наш Янукович такой же, как и в Белоруссии наш Лукашенко. Не, 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 не. Это же это молодой человек. Вы прокатили Януковичу первый раз в 2004 году. Янукович, пророссийский президент, который... Не, 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 это ваш президент, украинец, ваш президент, вы его выбрали. Это Янукович, это пророссийский президент. Кто вам скажет такую глупость? Я сейчас вам объясню. Во-первых, потому что во время его власти, Крым отдали просто так. Это, во-первых, вообще... Не, 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 его не было, когда Крым отдали. Знаете, прикол Крым отдали? Знаете, прикол Крым отдали? Притурчины. Да, но это все происходило в этот момент. Это было сразу после Майдана. И после того, как Крым забрали, можно поинтересоваться, а куда убежал Янукович? В Россию, чтобы поинтересоваться. В Россию, чтобы поинтересоваться. Да. А почему он убежал, можете сказать? Конечно, потому что он пророссийский. Почему он убежал? Потому что его свергло. Потому что он был уверен, что его жизни на Украине угрожает опасность. Ну, все верно, потому что это пророссийский президент. То есть, ему на Украине угрожал. То есть, вы угрожали своему президенту. Потому что он не действовал в интересах государства. Серьезно? Конечно. Зачем вы его выбрали? Ну, это тоже так утрируйте. Мы выбрали. А кто как? Кто как происходил? А кто выбрал Лукашенко? Лукашенко сейчас выбирают? Нет. Сейчас вы видите, что происходило в стране? Давайте тогда пойдем и Фиделя Кастро захватим, который царский. Нет, почему я вам скажу, вы найдите хоть одного белоруса, который скажет, что он хочет, чтобы в правлении был Лукашенко. Я здесь разговаривал с белорусами, и многие здесь белорусы вполне лояльно относятся к Лукашенко. Даже здесь, даже на чат-рулетке, что я не считаю, чат-рулетка нормальный средств общества. Абсолютно с вами солидарен. И точно так же интересовался, кстати говоря, у ваших люди с России, ни один еще не поддержал правление Путина. Вы знаете самое смешное, в чем заключается? Что? Еще 4 месяца назад я ходил здесь по чат-рулетке, 4 месяца и дальше назад, и пытался найти, кто голосовал за Зеленского. Как вы думаете, какие были мои шансы? Скажите, мне очень интересно. Вообще никаких. Такое ощущение, что 73% вообще нарисовали. Опять же говорю, срез чат-рулетки не может быть таким, знаете, рефлекторным, но здесь было очень тяжело в чат-рулетке 4 месяца назад найти того, кто голосовал за Зеленского. Я, честно, это больше похоже на фантазии, на фантастику. Четыре месяца назад, 4 месяца назад, рейтингу Зеленского был в районе 30%, его не пинал, только ленивый. Нет, это я не знаю, может у вас хорошо пропаганда работает, потому что я вам скажу более чем, что... Нет, я смотрю ваши... Я смотрю ваши новостные агентства, я даже смотрю ваших чат-рулеточных блогеров, которые его ненавидели, на чем свет стоит. А сейчас быстренько все переобходят. Ну, кто, хотя бы одного, в пример приведите, блогера, который Зеленского выразили спинал. Ну, я имею в виду, нелестно отсылать, а кто мог хоть один. Вы знаете, есть у вас такая спилка блогеров, там, украинская спилка блогеров. Там всякие, Миколы Рушницы, всякие там эти... Как их? Ой, блин, Киевская Русь. Посмотрите, если это ваши блогеры украинские. А может вы какие-то там националистичные, какие-то политические интересы, которые... Это такой, знаете, широкий спектр всех регионов Украины. Там один из Львова, другие, там, с Дипропетровска, с Харькова. Не знаю, ведущие, ведущие медийные лица, лидеры мнений, никогда как-то не отзывались о нем нелестно. Да вы что? Даже вот, даже около правительственной, те, которые были рядом с Зеленским, даже они его кидали и уходили. Но тем, возможно, я вам говорю, кто-то у него там был, Богдан, по-моему, да, он его кинул, потом еще кто-то кинул. Не он его кинул, а его кинули. Его кинули. Ну, там они друг друга кидали, то есть, кто кидал. Ну, это нормально, что проехал старик. Четыре месяца назад, всего четыре месяца назад. Вы можете проверить. У вас же компьютер есть рейтинг Зеленского четыре месяца назад. Гляньте. Ну, сейчас, смотрите, я сейчас гляну, он будет не такой, как вы говорите, но к чему-то. Ну, гляньте, просто думал. Посмотрите, четыре месяца назад. А если нет, то что? Посмотрите, давайте же можно. Что-нибудь, да нет. Можете даже взять где-нибудь там декабрь, даже можете взять. Шесть месяцев назад показать вам? Покажите, сколько. Сейчас, смотрите. Февраль 2002. Там у него даже один момент рейтинг, даже с Порошенко сравнивался почти. Я не знаю, что это. Сука, но Порошенко у него после выборов ни разу, мне кажется, не равнялся. Ну, оно не вероятно, не равнялась, я говорю, приближался, приближался. Вы видите, чрезвычайно. Нет, я даже не могу найти, честно говоря. Ну, значит, все потерло уже. Что-то вам тоже, знаете, чтобы не соврать, мне очень интересно. Такая дискуссия. Неинтересно, вы знаете, вот вы, ребята, не хотите идти чуть-чуть поглубже назад, знаете, вот то, что предшествует. Нет, почему? Как раз я очень не отношусь к призяту ни к чему, поэтому я слышу разные позиции. Ну, вот вы об этом даже ведь не знали. Кстати, у вас там НАТО написано? Ну, так и, если у вас это самое, если вы так утверждаете, это не является действительностью. Не, ну, конечно, я вообще, это мое личное мнение. Ну, вот так вот, видите. Ну, да. А вы говорите, что я об этом не знал. Поэтому я вам предлагаю проверить. Я не знал о вашем личном мнении. Поэтому я вам предлагаю. Честно говоря, не могу найти, вот не могу. Ну, ладно, следующий раз найдете. Ну, возможно. Ну, опять же, я, мы вообще-то сошли на том, что я вам привел аналогию о нейтралитете, в котором нейтралитет является больше, наверное, отрицателем. То же самое и здесь. То есть, я не знаю, как можно... Ну, то есть, вы это аргументировали тем, что дипломатический договор как-то не состоялся и кому-то был невыгоден. Но мне было интересно услышать с вашей позиции, почему Россия напала на Украину. Почему? По какой причине? Ну, я же вам сказал. Одна из причин была то, что вы собрались в НАТО. Россия, наверное, расценила это как угрозу для своей территориальной целостности. Ну, так я же повторю, что вступать мы в НАТО хотели после того, как вы забрали Крым. Да-да-да-да-же, если вы... А для чего? Для чего вы потом хотели вступать в НАТО? Потом, чтобы подобрать Крым? А, то что вы хотели вступить в НАТО? И чтобы НАТО за вас пошло отбирать Крым. Правильно, я вас посмотрю? Смотрите, это мои предположения. Да. Ну, я понял. Вот, я понял. Да, мои предположения, да, чтобы мы вступаем в НАТО и забираем Крым. И потом все в НАТО идет воевать за вас, забирать Крым. Правильно? Допускай, это наша территория. Нет, вы это хотели, по вашему мнению, да? Я хочу, чтобы была справедливость. То есть, может быть, именно поэтому НАТО не согласилась вас взять, потому что не захотели связываться с Россией. Так в том-то и дело, что если отталкиваться от ваших предположений, что НАТО всячески... Так вот, как же тогда НАТО может брать нас в свой союз, если она боится России? А для чего у вас в Конституции прописывают? Что, что? Поход в НАТО. Нет, я говорю, что если вы уверены в том, что НАТО боится России, тогда какая разница вступим в нее или нет? Понятия не имею. Я не руководство России, поэтому я вам выдал свое предположение, если вам оно не нравится. Вот, а второе... А вы считаете неправильным, что если бы мы вступили в НАТО и забрали бы Крым? В смысле, вы вступили бы в НАТО и забрали бы Крым за вас бы на... А почему за вас должен кто-то... Нет, мы вместе, нет, мы вместе с НАТО воевали бы. А зачали бы они, чему-то французы должны воевать за вас, проявили американцы? Потому что мы бы вступили в союз. Вот, поэтому они вас не взяли. Нет, так это... Только это понятно, что они боятся. Нет, они не боятся, а если не хотят, потому что тяжело будет объяснить своему населению, любому президенту, который идет на выбор, будет тяжело объяснить, почему мы приняли их, чтобы воевать с теми. Для чего? Тем более, воевать с ядерной державой, и вы знаете, воевать с ядерной державой, это такое еще, знаете, удовольствие. То есть... Я понимаю. Почти. Да, но танцевать под дудку одной державы тоже ненормально. А кто танцует? Запад не танцует под дудку этой державы. Ненормально то, что Россия может устраивать свое дельное княжество. Тем самым, что заходили, ввели войска, забрали, провели демилизацию. И забрали кусок территории, это ненормально. Вы полностью... Вы полностью исключили мою фразу о договороспособности, правильно? Ну так хорошо, я вам привел тоже аналогии по поводу рикета и бизнесмена. Ну вот, конфликт на Донбассе, да, вот этот вот конфликт на Донбассе, как вы его оцениваете, как и что? Смотрите, мы... Я вас спрашиваю... Так я у вас тоже поинтересовался, вы мне не отвечаете. Конфликт на Донбассе. Я вам более чем скажу, что после Крыма отношение к русским также было положительное. У меня в группе учились два парня с Россией. Один с Сибирью, другой с Ростова. И к ним было точно такое же отношение, как к украинцам. Никакой предвзятости, абсолютно. Он более чем он ходил, пел по аудитории российский гимн. И ни слова ему никто не говорил. Ну так вам... Крым, Крым. Крым чем был в составе Украины? В плане чем? Ну, какую занимал должность, он республикой был или чем он был? Планка, какого мог быть республика? Он областью был или чем он был Крым в составе Украины? Ну я не знаю, как сказать, но там же несколько городов. Чем, какой частью Украины он являлся? Он являлся областью, вот как Львовская область, Днепропетровская. Я не знаю, я не знаю. Крым был автономной республикой в составе Украины. Правильно? Он не назывался тогда автономным. Он назывался всегда автономная республика Крым. В любом случае он изначально, уже после распада Советского Союза, входил в нашу территорию. Он всегда назывался автономной республикой Крым в составе Крыма. А какая разница, как он назывался? Сам факт, что он был на нашей территории. вы знаете что означает автономную республику да независимо как может быть автономная республика в составе унитарного государства можете мне объяснить ну она уже входила в территорию входила я вас спрашиваю как может быть авто ну почему вы не переправили она она не разного ованы она она не имела такой статус она имела такое название конституция была у крыма а сейчас сейчас крым входит в россию да а почему он не автономный он же автономный он также до автономный потому что раз почему а почему же он на территории россии потому что россия это федерация ну и что она допускает союз республик это также как соединенные штаты микс а донецке а донецке луганск это тоже автономной республики в смысле они по моему они объявили себя независимо если не ошибаюсь да а по моему если я не ошибаюсь вы приехали вывели свои войска и провели точно такой же референдум я никуда не вводил свои войска поэтому я вам говорю что я с донецкой я знаю хорошо вам значит виднее кто кому куда ввел так вам 21 год 8 лет назад вам было 13 вы сильно интересовались политикой в туре я не интересовался политика меня интересовало почему бомбить что-то взрывается за окном не это интересовало интересовало почему меня мама плачет это меня интересовало правило конечно ну а я вот у вас интересует скажите вот по поводу донецка и луганска вот вели войска провели референдум опять же референдум провели тогда когда выгнали полностью войска украины ну так это референдум он и не он его не могут считать я знаете они могут не помню как он называется ну скажем так он не может быть этот референдум не может быть засчитан это равносильно то что я приехал на правилам дуло автомата и сказал чтобы вы переписали на меня квартиру как восприняли вот донецкий и луганский да вот ну население донецка и луганска восприняли вот ваш даже майдан и крым как они восприняли в плане как но они приняли его согласились или наоборот они не согласились и но майдан приняли все точно смотрите очень интересно выходит вы будучи в россии больше утвердайте вы утверждаете знаете чем я будучи в украины и если я вам говорю что до приняли все области то у вас такое недоумение и на знаете такая ухмылка будто что вы считаете что вы считаете было на майдане в 2014 году как вы охарактеризуете это событие вообще что там был смена власти вследствие чего что там произошло как ее назвать скажем я не знаю как назвать ну назовите как смена власти какой какая смена власть ну я смотрите я вам говорю поверхностно что была пара российская власть она не устраивал у вас это на него революцию вы считаете то революцию да конечно почему потому что все кардинально поменялось вы знаете что то а что менялась вы считаете у вас сменился общественный строй конечно почему нет у вас сменился общественный строй на какой какой у вас был на какой он сменился у нас всегда была демократия и у нас всегда была свобода слова скажите мне пожалуйста нет не совсем свободу скажите мне пожалуйста как вы понимаете определения демократии что такое демократии в вашем понимании во всем принимают участие народ нет нет есть определенное определение демократии такое но я же вам не процитирует термин процитируйте процитируйте пожалуйста не я говорю я не процитирую потому что я не могу вам сказать вам просто я знаю поверхность хотите вам скажу как просто она звучит жить и мы демократии это же по сути то же самое что либерализм не ну как это это когда когда свобода когда ценности человеческие ценности превыше остального демократия это когда большинство может навязать свое мнение меньшинству и меньшинство смириться с этим это демократия но это если опять же это если утрировать это не это вот просто вот вам простое объяснение поэтому когда говорят демократические выборы происходит демократический выбор выбирает тот за кого проголосовало больше людей демократия вид политического устройства государства при котором народ осуществляет законодательные исполнительные функции власти непосредственно прямая демократия то что искал что руководит народ а как она работает но тем что решает масса все правильно большинство решает за меньшинство меньшинству обязана подчиниться это демократ по сути и одно и то же сказал да а у вас большинство было на майдане ну я вам так скажу что я сейчас живу в одессе вот и даже тогда даже с одессы все выезжали туда те кто хотели принять участие они ехали конечно будет много людей который соблюдает нейтралитет есть у нас может половина населения на этот ну не голосовать вовсе даже вы покажет как вы относитесь к своему следующему президенту который пришел после майдана к зеленскому окей кто-то ющенко был не а параша господи порошенко смотрите моя специальность она никак в принципе не связано то есть она бы никак не повлияло ну то чем я занимаюсь а так они как бы не повлияло какая бы ваша моральное отношение человек как у меня моральная у меня моральное отношение есть только положительные только к зеленскому и все могу объяснить почему подождите ваше отношение к предыдущему президенту который был перед у меня нет никакого я честно тогда не вникал в политику и мне в принципе умея и принципе порошенко никогда не импонировал изначально было интересно потому что это был насколько я знаю первый украинец по сути наш янукович ну хоть янукович это он разве украинец русский из-под волгограмм и утрируйте под волгограмм даже скажу насколько я помню он сенаки его если вы с донецка вы должны знать где енаки его находится при украинец обалдеть да я понимаю молодой человек наверное я понимаю это сталинской области молодой человек наверно пора все-таки катапультироваться нет вы просто переигрывайте вас у вас уже вас уже кроват разовет вот серьезно вы меня даже вы мне даже спросили за определение демократии вам сказал вы мне переграли те же слова не ну демократики подобрали я вас хотел услышать именно то что я сказал то есть подчинение меньшинства мнению большинства вот это есть демократия но вы просто финист подобрали все другое ну все так а зачем если я и так сказал верно но я же сказал вы сказали то же самое по поводу по поводу крыла почему мне вам не очень интересно почему сказали почему меня поинтересовались по поводу порошенко ну я вас спросил как вы относитесь к нам я объясню пока почему вы не скажите как ваши отношения к ним а я вам сказал я не вникал получается нейтральная потому что я по сути не вникал он для меня был но мне было не интересно и они не следил за интересному что молодой человек вы блогер я так понял не совсем но ну как не совсем но вы сейчас записываете ли вы стримите да нет нет а что нет ну у меня поинтересовались молодой человек политически ангажированный так скажем вы сидите здесь я просто так поэтому вам это может быть даже просто вам это интересно очень сильно да мне просто интересно да вы даже не изучили вот историю ближайшую скажем новейшую историю хотя бы на 10 лет назад нет но вы меня спросили запорожен вы пытаетесь обсуждать я смотрю вы смотрите на экран вы на стриме сейчас сидите зачем меня обманывать это ваше предположение я вам говорю что я не смотрите сюда такое дело вы даже не смотрите на предыдущего вы не идете назад вы даже не смотрите какая цепочка событий могла преследу предшествует тому что происходит у вас сейчас как у вас своя позиция вы меня спросили за майдан вы участвовали ли все области или все были этим даже не ответом что было на майдане вы мне сказали это была революция как это не произошло смена общественного строя вас была смена власти не было смена общественного строя революция подразумевает смена общественного строя а не смена власти смена власти это переворот родной мальчик решил поумбичать малость 21 год ну что сделать будущий политик удивительно что они интересуются только сегодняшним днем они не смотрят даже назад даже на 6 месяцев назад когда я сказал посмотри зеленского с 6 месяцев назад 4 месяца назад только ленивый не пинал вот только ленивый не пинал знаете вот там опять же не хочу оскорбить президента страны но как есть он даже не знает блогеров украинских мальчик сидит напрягается и причем лжет не сидит на стриме смотрят его там человек 20 таких же оболтусов пытается чего-то создать напарник видать уже ушел спать потому что второе кресло такое удобное просто так стоять не будет ну так новое поколение блогеров новая плеяда